Наши коллеги, которые тоже в теме заявлены сегодня о сиротских войнах в СМИ, может быть, она еще подойдет, но могут и начинать наш разговор, что неформальный, надо сказать, разговор, нас обычно подбывает тем составом, который есть сегодня. И вот вы все пришли на такую, с одной стороны, несказательную тему про сиротские законы Немояковлева, как его освещают. И с другой стороны, на тему тяжелую, и, в общем-то, наверное, для человека, которого прямо не коснулась эта сторона жизни, может быть, показаться, ну, такая совершенно актуальная, потому что кажется, что все это привлежит к проблемам, где давно служат эти председания жизни обычного человека. О том, как в нашем информационном поле освещается эта проблема, и что мы знаем на самом деле о сиротстве, а что есть мифы, иллюзия и политика, мы поговорим сегодня. Я попрошу представиться наших лидеров, потому что они все играли не до конца. Я обычно, как бы, иллюзия иллюзия. Меня зовут Ирина Альшевская, но я работаю с фондом волонтера по родителям сиротам. Кстати, вот. Здравствуйте, простите. Могу с вами передать трубочку, в смысле, психофон, чтобы представить мне. Здравствуйте, меня зовут Вершин, я журналист, я работаю на «Свободе». Вершин, я журналист, я занимаюсь проблемой сиротства уже в рахе 30 лет, помимо того, что сам в системе дисциплинах, в 16 лет, уже в течение 15 лет работаю с этой темой, каким-то образом стараюсь на нее влиять, в том числе и в жизни. Ну, вопрос, собственно говоря, о том, что правда, а что неправда из того, что мы читаем, и как мы вообще это собираемся. Ну вот, я, например, как журналист, каждый день просматриваю новости, и, наверное, большинство из разных заметок, больших репортажных статей и очерков на эту тему, либо читала внимательно, либо просматривала, и, тем не менее, у меня вот, ну, каждый говорит, да? На самом деле, я честно могу признаться, что я до конца не понимаю, и отчасти согласен у людей, которые позже вот эти не знающие, может быть, и сама, наконец, пойму, что происходит вокруг пресловутого закона Димы Якулева, и на самом деле, где мастерство, если говорить о том, что оно все представляет в реальности, это что такое в нашей стране? Ну вот, может быть, Александр Васильевич скажет пару слов? Ну, вы знаете, я, вот, действительно, давно в этой теме и наблюдаю векторы, которые были в различные времена, в советское время и в постсоветское время, то, что сегодня происходит. Конечно, мне кажется, что отношение средств массовой информации к этой теме всегда было очень таким сильным. Никогда не было так, что детские дома были лет в стране. и всегда освещало, сообщало и так далее. То есть, детские дома у нас никогда не оставались, что называется, за бортом, отличие от каких-то других социальных групп, которые вдруг появлялись, например, те же бездомные, которые все время говорят, но никто не может назвать количество, есть или нет, безнадзорные и так далее. Детские дома, как константы, уже есть такая история, которая встала своими домами в различных территориях, она, что называется, архитект. Поэтому, то, что символия вокруг этого такая накалёнка, есть много информации, часто она действительно не соответствует реальности, действительности, а иногда просто тем верётся к тому, чтобы каким-то образом привлечь к ней внимание общество, а увлечь от чего-то другого. Мне, конечно, грустно, что опять дети-сироты стали разменной монетой не только в политических контекстах, которые на свете звучат, но и в том числе, что СМИ используют это для различных каких-то своих историй. Например, мне там, периодически звонят, говорят, Саша, дайте какой-нибудь самый плохой детский дом, где всё совсем плохо, дети раздетые, голодают, их избивают, насиливают. Это хорошая история, да? Нет, нет, нам это не надо, потому что если вы хорошие, всё успокоится. Ну, понятно, что они говорят, что всё успокоится, а это будет дальше двигаться. То есть изначально, получается, выгодно или зачем-то нужно писать именно в каких-то ужасных случаях, потому что хорошая история никому не интересна? Нет, дело в том, что информационный повод это вообще такой инструмент всего достаточно интересный с точки зрения его какого-то рассмотрения, переключки. Это как кубик Рубика. Можно им крутить в одну сторону, в другую, не пошёл сюда, добавили словцо такое, не пошёл сюда, значит, добавили контекст такой, или прям прямой назвали этого мальчика. Я до сих пор не назвал ни разу фамилию этого мальчика, но я считаю, что вообще нарушение всяческих разных норм, называть фамилию, имя, отчество, ребенка, это тоже момент, да? и фотографии, которые стиражировали везде, или там того же мальчика, который там из семьи, когда Павел Астахов вдруг о нём так позаботился, что я вижу уже фотографии везде, и мальчик в новых коллегах, и ещё где. То есть, всё это настолько близко, настолько не надо сильно распираться и копаться, всё на поверхности, это, что называется, хватай, ешь, любой продукт. На самом деле, вот именно эту тему, как обсуждается эта проблема, у меня спровоцировало интервью Ирины Лимонтиною символику известного, лингвиста, который проанализировал, она проанализировала, собственно говоря, эти тексты, которые сейчас звучат в СМИ, и обратила внимание, каким образом задаётся фон этой проблемы. Он обращает внимание, например, что брата Максима Кузьмина, герой последней биологической истории, называют выжившим. Почему он выживший? Ему ничего не отражало. На связи с массовой информацией он идёт как выживший ребёнок. Родители признаются, что они давали ему таблетки, подописанные врачами. Почему признаются, они это утверждают. То есть, вроде бы, и вранья в этом нет, но признаются, утверждают, как говорят, все вроде бы как синоним одного ряда, но национальную нагрузку и доставку головой они несут, в общем-то, очень разную. И, по сути, получается, с прямой лжи, вроде бы, нельзя увлечить автора такой статьи, но тем не менее, получается, что информация, которая попадает в общество, она совершенно противоположна тому, что есть в реальности. Почему, зачем и кому это нужно? Для чего это делается? Я, если можно, приведу к любимому вопросу, потому что, безусловно, все принципы ассоциологических теорий об этом лучше, да, это звуками, да, нет, да, нет. Но мне хочется немножко, может быть, продолжить этот разговор, но в другом веке, потому что есть конкретная история, которая случилась, этот закон, так называемый, на самом деле, он делается в другом, и даже очень красиво звучит, там, в защите прав, гражданинской федерации, где-то там. Есть вот его продолжение, в виде вот этих историй, которые возникли, подготовка к нему, возможно, в виде тех историй, которые шли с конкретными детьми в США, которые пострадали нашими, высшими нашими гражданами, да, и одновременно есть просто тема сиротства самопоселения. Ведь вещи, конечно, они параллельны, но они про одно и то же. Есть темы сиротства, которым основной подается вот так вот, через какие-то отдельные истории о том, кого-то убили, замучили, изнасиловали, с тем, что это было нехорошее, даже кто-то сам это сделал нехорошее, будучи при этом не сиротой. И, собственно говоря, практически ничего не больше. Понятно, что, с моей точки зрения, это очень об одной простой вещи. То есть у нас есть некая проблема социальная, довольно серьезная. В большинстве стран мира, в большинстве стран мира, серьезные социальные проблемы всегда решались с помощью каких-то таких вот активных общественных движений, в том числе и, безусловно, большой помощи средств массовой информации. Это необходимо поменять какой-то подход, государственный ход, ракурс, изменить ситуацию, которая не решала проблемы. Вот эта помощь СМИ, она всегда была. Это была целая, серьезная компания, которая чаще всего начинает быть общественной организацией, которая поддерживает себя сознательно, ведущими журналистами. Так было в Великобритании, так было во многих странах скандинамии. Но когда мы говорим о том, что у нас происходит, мы понимаем, что у нас есть некая проблема, мы там, как общественная организация, с ней работаем, и нам бы очень хотелось, на самом деле, чтобы что-то менялось, чтобы у этих изменений был некий фонд, который помогал их продвигать. Это один из главных инструментов, безусловно, это поддержка связи с массовой информацией. Но когда, действительно, если взять и проанализировать и прочитать те материалы, которые в основном на эту тему выпускаются в обычных СМИ, то это вот такая чернука. То есть, по сути, история про сироты это то же самое, что криминальная хроника, но то, как там, не знаю, 25-летний отец с 30-летней дочерью выбросил ее из окна и передает ему порядок маленьких кусочков, в холодильник. Такой вот стандарт, который, к сожалению, звучит здесь же, когда даже, если мы начинаем говорить на какие-то более сложные темы, когда мы будем про поводной семьи, там все то же самое, по дворечкам, наркоманку бросила. Вот у нас это негативное как бы контр, но вот эта тема к чему привела? К тому, что, на самом деле, никаких решений, таким образом, безусловно, проведать нельзя. То есть, получается, проблема взбораживается в этой негативной зоне? Безусловно. Какое решение? О том, что человек плохой, а один человек плохой побил другого человека. То есть, это не ведет к никакому выводу, никакого невозможного человека. Это попытка, например, обобщить убийство американских детей. Она же для любого разумного человека. Ты видишь здесь просто материю логики, от того, что несколько детей погибло, и следует, что любого человека, перерасекающего рубежной страны, будто бы автоматическое убивание. в любой американской семье. То есть, это как бойко на самом деле не работает. Это очень простая, что у нас начинают очень много журналистов, брать какие-то цифры из статей других журналистов, которые такие нелестно какие-то взяли, вот это вот круп. Миллионы детей из фризорных, миллионы, тысячи, тысячи. Вот такие, получается, что проблема взбораживается так, она огромная, вся ужасная, но, конечно, не решается. То есть, никакого желания решать и понимания, как это решается при таком описании нет. ну, вот что такое страшное, ужасное происходит, все так думают. Ну, очень страшно. Да. Это мусор, которая звучала и... Я хотел бы сказать, что проблема ведь не самих СМИ, как таковы. СМИ это инструменты, да? А все-таки это проблема власти, как я говорю. Если будет рекор власти таким, каким нужно ребенку, то с ними будут работать так, как нужно ребенку. Если сегодня... Я скажу почему. если будет отношение с точки зрения социального заказа ребенка и государственного заказа, что у нас был там меньше всего работы там семьи и так далее, то каким-то образом смещение вы эти прошли, произошли. Но в связи с тем, что сама власть не обладает таким кейсом, кейсами менеджмента, которые могут, каким-то образом, исправить структуры, ну, например, все работают органы опеки. Говорят о том, что это право-ленческая структура, которая плохо работает и так далее. Для того, чтобы это исправить, этот контекст нужно менять, опять же, непосредством рвание, эксинтреза, выезжая в Псков, поддерживать эту политопеки черного мультива. Здесь опять же вопрос, насколько все в самой власти выстроено относительно тех структур, которой этим занимаются. Если политики и нет, и нет этого всего, СМИ берет то, что берет, что называется, цена первой поверхности. А поверхность такая очень зыбкая есть. Давайте я немножко про СМИ тоже расскажу, раз уж я здесь их представляю. Мне просто кажется, что проблема немножко шире, чем мы пытаемся про это говорить. Это же не обстоит так, что у нас СМИ так устроены, что они плохо пишут про сирот, и очень хорошо пишут про все остальное. Так не бывает. Это история про журналистику в целом и про то, как она сейчас выглядит в современной России. Когда мы говорим о том, как пишут сироты, когда мы говорим о ритолике, о том, о чем мы говорили. Это во всех сферах так. Если у нас нет факчейнга в экономической журналистике, у нас его нет и в социальной журналистике. Если журналист не боится, что он головой, репутацией, местом, зарплатой всем на свете отвечает за каждую свою фразу, за каждую свою фразу, за каждое имя, за каждое указание родственных связей с перепутанной фамилией, за все на свете. Любой американский журналист на нее рутается, что он полстый, вылетишь на следующую секунду. А скорее всего твой текст не попадет в печать, прежде чем не пройдет сложнейшую процедуру факчекинга, в которой проверяется каждый факт. Это прямо по технологии, любые факты, не рассуждения, а факты подчеркиваются маркером, и каждый из них проверяется. Вы должны предоставить доказательства каждого слова. И это не то, что журналисты плохо пишут о сиротах, они просто вот так пишут. Почему это происходит? Тоже понятно, у нас нет конкуренции. Когда СМИ превращаются в форму пропаганды, когда все каналы государственные, у тебя нет конкуренции, тебя никуда не уволят. Страдонычу говоришь, что тебе велел, я не знаю, Сурков, Путин и так далее. Ну вот, это получается такая журналист. Я совершенно с вами согласна, но тема сиротства она все-таки особая, потому что мне, лично, например, впадалось два типа материала. Либо это, действительно, такая чернухая кровища, от которой пускаешь везун, потом дрожит еще неделю. Либо это, совершенно слюнявый, такой розовый материал, то, какое счастье в этом комплектном детском доме, или приемной семье, или поселение, коммуне, ну, куда там доехал журналист, и журналист, он сам не хотел установить этих родителей, и он полностью говорит детями, и это все настолько прекрасно, что никто не верит. Читаясь, читая эту статью, думая, ну, конечно, дали задание, но, конечно, не подорились бы. Я даже могу сказать, что здорово, он тут, но здорово, он за них порадовался. Дело в том, что журналист, действительно, сегодня, как таковое понятие социальная журналистика, я вот за свою практику наблюдал во несколько журналистов, которые, как граждане, как личности, интересуются этой проблемой. Не с точки зрения, что журналисты и не журналисты, как привели, значит, в Вашингтон пост, и так далее, нам до этого еще лететь-лететь. Но чтобы долететь, у нас должны появиться другие граждане, журналисты, которым действительно интересовались. не просто, вот она там написала, и что будет с этим, непонятно, как, или там, у нас две крайности, да, семья взяла 20 лет, героизм, там, природная, а вот одну взяли, непонятно что. Или они берут за деньги, и так далее. Это же можно по-разному, каким-то образом, да, но если у журналиста внутренне, о чем было сказано, есть такая потребность каким-то образом это менять, я считаю, что журналист, он просто обязан каким-то образом действительно интересоваться проблемности детей и людей, потому что просто это будет тогда так, что у нас есть какие-то социальные группы, о которых мы что-то пишем, никакой ответственности за это нечем, но то, что это ухудшает жизнь этих социальных групп, и то, что это приводит потом, ну, там, например, Саратове, Саратове, давайте, значит, берем там одну газету, не буду называть ее плохую, да, пишут о том, что девочку изнасиловали, пишут, значит, фактически пишут ее фамилию, имя, отчество, значит, и чуть не вешают фотографии, там, начинается и надо уехать из этого города, потому что там все описано, где, кто, как, с кем, плохого дома, городок маленький, что это? И вот после этого, что семье делать, это девочки эти, родители, а ей надо дальше жить, там, создавать семью, вот там контекст, мы об этом, как-то на одной программе, там, с этой журналисткой, вот, если это не показывать, то об этом узнаем, хорошо, что узнают об этом, и эти девочки, как-то с этим, их с нами пережить, не нужно с вами, как это будет, да? То есть, у нас берется, прям берется, обрывается, делается, что будет, а потом с этим живет. Мне кажется, что в социальных клиентах пролинут. Ну, тут мне тоже есть, что выразить, так, это, к сожалению, законный жанр, я уверена, что в газете, о которых вы говорите, наверное, я знаю, что это вы сказали, это тобой, это так работает во всем мире, это их хлеб, с этим, с одесской правой глазу. Я согласен, но, понимаете, девочка не может подать на них, и тогда, понимаете, получается, нет, получается, что человек не защищен от информации, информации, которая приводит к его улучшению, понимаете? и я сочетаю, хорошая, она могла подать судьбу, в то же время, в хорошие деньги. И здесь можно. Можно, но вы видели какие-то аргументарии. я хочу этот вопрос обратить к залу, да, как вы считаете, в том, чтобы давать информацию, должна быть какая-то право ломатка с фактами и мясом, и когда эта проблема будет решаться, потому что она будет пугаясь, то, наверное, так обычно говорят, да и власть людей, и власти предприниматься, либо должна четко фильтроваться информацией, и никаких личных данных не должно попадать в прессу. Как вы считаете? То есть, вскрытие язв помогает в решении проблем, но вскрытие именно такой факт, или с вами, или с вами, Кому-то есть, если кому-то что-то подсказать, а вы у вас спрашиваете? Ну вот, давай. Меня зовут Андрей. А кто-то вот эту девочку спрашивал вообще, ее разрешение размещать ее фотографии, имя, отчество? Потому что я так понимаю, что когда пишутся такие материалы, у людей, у которых берут эти интервью, всегда спрашивают, кто они, ну то есть, хотят ли они, чтобы это было помещено в журнал, на сайт, и иногда, по-моему, предлагается версия самого репортажа, и человек говорит, что там что-то нам не стоит писать. Вот так вообще делается? Ну что, да, хороший журналист всегда говорит, там что-то не говорит. Простите, могу ли я использовать вашу фамилию, или что? Всегда. в контексте вот случая с этой девочкой, то что сделали так, если она разрешила это сделать, то она уже и не сможет в суд подать. и говорит, я не тобою, я там не работаю. Я не тобою, я там не работаю. Но сам факт, то что вы говорите, должно быть, но если этого не значит, что произошло, то как это барон Мюнхаутин, если этого не было, то оно должно быть, как я там сказал. Например, то же самое. Поэтому этот вопрос, опять же, не ко мне. Но то, что это делается регулярно, и вот я там вчера смотрю, да, а вот эти фото жабы, которые у нас идут с детьми, связанные с детьми. Значит, сидит в нашем выпуске, на руках у него сидит этот ребенок, и там написано, значит, вот он там чего-то. Ребенка видно, прямо вот видно, просто видно, что это за ребенок. Кто это делает? То есть, опять же, здесь вопрос, ну, просто информации с точки зрения того, кому это надо, ну, понятно, кому. Того это надо, мне не надо, я бы в тобой лучше заехал за это. Но в связи с тем, что это произошло, это вопрос уже к ним, и к нам всем. То есть, такие проблемы уже надо начинать решать хотя бы с этики написания вот этих статей? Такие вопросы надо решать, не покупая таблоиды. Мне кажется, это лучший наш вклад. То есть, этот вопрос уже должно решать журналистское сообщество, союз журналистов, журналистские организации. Это не решает, тем более нельзя ни в коем случае это решать на государственном уровне. А вы предлагаете вести цензуру? Нет. На государственном уровне нельзя решать такие проблемы. Это только профсоюзы, только союз журналистов, и это делало профессионально. Ну, профессионально. Да, профессиональное сообщество. Только. Мне кажется, у нас есть очень большой лист, когда нужно реализовать какие-то такие частные истории. Но в такой момент, когда мы говорим про эти истории, ну, там Плод имеет право от интересового отпечатка. Вот, делал разрешение, как не делал разрешение. Это какие-то частные вещи. Но, в принципе, вот этот подход очень стандартный. Когда нам звонят, мы говорим, что нам, но у нас есть необходимость подвигать какие-то вещи, какие-то общественные изменения. Нам для этого нужна помощь с журналистом сообществом. Нам говорят, давайте вот конкретную историю мы вот эту историю опишем. Но, к сожалению, очень часто, есть темы, где эти конкретные истории не дают вообще замедлили ничего. То есть, можно только мы занимаемся продаваться, продаваться, можно продаваться социальным ресурсам тоже. Сколько угодно рассказывать про разные джудовища, а там стоит, у каждой женщины такая самая пара, можно просто говорить про добрый галазм. Да, если бы мы не давали толстых, мы этого не делали. И что рассказывает женщина, которая вот так вот жила, потом вот так вот жила, потом вот так вот жила, потом вот это с ней случилось, потом еще вот это фонд, дает в качестве понимания проблемы. Я как журналист, наверное, могу сказать, что дает. Это дает возможность читать и дочитать до конца материал на ту тему, в которой он не специализируется, не профессионал, в отличие от вас, и занимается этим профессиональным Нет, вполне возможно, что прочитав Русланду Барбару, действительно зацепившись эмоционально за что-то, за какой-то контекст, если у нас будет начиновник, или кто-то еще, а может быть занимает какой-то пост, который может на что-то повлиять, его это уже нет, мы скажем, до колледжа оказывается, например, понимаете, проблема в том, чтобы дальше, если дальше с этим будет следовать некая часть, профессиональная вставка, чтобы решить эти проблемы, то супер, но на моем опыте работать с большинством их данных, в заключении, единичных людей, которые профессионально пишут на социальную тематику, у нас мало, но они есть, являются классные журналисты, все остальные, они не хотят это ставить, им ничего не нужно, кроме рассказа про историю HM, с ее какой-то безумной личной жизнью, которая вот такая вся загадочная, и в итоге получается, что смысл в этом рассказе он небольшой, и та же самая история зачастую бывает, когда, вот здесь, когда много еще, говорили детей, которые брали первую землю и вернули, что вы хотите этим показать, а очень интересно бывает, что ничего, кроме того, как это все само по себе ужасно, или там интересно, что вы показать не хочется. Дело в том, что запросы общества достаточно банальны, все еще действия, посмотрите, какое количество взять в разных шоу-могу. Общество потребляет то, что ему дают. Оно само сидит, ждет, когда ему что-то напекают. Оно неактивно, оно разобщено. Чем больше общество растащено, чем больше оно находится в разных каких-то позициях, по квартирам, тем проще им управлять. Никому не нужно единственное общество, которое могло бы взять и начать каким-то образом решать иные проблемы. Поэтому контекста в ВУЗа конкретики нету. Предложения скудные. Вот я, например, пишет, давайте возьмите статью. Не-не, мы куда-нибудь поставим куда-нибудь в блоге, там, может быть, кто-нибудь прочитает. Говорит, может быть, вам давайте ну куда-то страничку, чтобы это взять. Не-не-не, у нас там уже кто-то пишет, смотришь, а написано. Просто ужасно. Человек, во-первых, никуда не выезжал, в тему не въезжал, просто где-то что-то нахватал, напихал, впихал, все читают, пошла. А как комментируют, это вообще отдельная миссия. Понимаете? Там пишет, где она говорит, не надо частности, надо частности. Потому что сейчас у нас не будет частности, у нас будет все время всеобщное, да? Там. Я бы этих сирот взяла бы, отвезла бы на 101-й километр, всех расстрелял, потому что они воры и негодяи. Ну, это говорит кто-то, это гражданин, потому что даже не журналист. Кто это формировал, и как это происходит, почему это, я живу там, я не хочу детей, потому что неожиданно может стать сиротой. Ну, и так далее. Понимаете? Мне кажется, что здесь, в том числе, это общественное потребление каким-то образом все происходит. Если общество не покупало вот это, тогда мы ничего не не было, оно покупает. То есть, есть запрос на Санта-Барбару? Конечно. А я думаю, что это еще связано с личными какими-то проблемами. Чем больше проблем у человека, тем более интереснее проблем у другого человека. Знаете, греческое слово «идиот» не сводит из этого. Интересующиеся другие проблемы. у нас в обществе и не утром. У тебя больше интересуют проблемы у других людей, хотя у тебя у самого проблемы вот так. Но так как ты чужие проблемы интересуешься, ты купируешь свои проблемы, и они уже не по мне. То есть, получается, что такого рода материала имеют некто психологический или человеко-рапевтический инфект, который было больше. У нас не было. Вера, это так. Да. То есть, вы там не живете? Да. Я там нигде нет. Я не живой, и ничего не читаю. Это безусловно так. Послушайте, я не... Правда, я не верю, что есть люди, которым можно предложить на одной тарелке какашку в другую конфету, и они выберут какашку. Выберутся внутри. есть запрос на хорошее. Есть запрос на хорошее. Человек вообще хочет хорошее. Заброс есть, значит, это уже застыкная премия. Простите, Саша, когда мы говорим о Санта-Барбере или о выходе на обобщение, нет такого представления в хорошей журналистике. Я напомню, что при том, что тексты по Дени Яковлеву было написано тысячи, пульсскую премию за текст от Дени Яковлева получил журналист Вожитого Коста, который описал историю Дени Яковлева, а вместе с ней описал проблему гипертермии, а только дети десятками, сотнями погибают в запертых машинах, потому что родители про них забывают. Расскажите пару слов о этой тексте. Я ее читала, она действительно некоторая обратная журналистика и, просто я подозреваю, что наши слушатели не знают. Это прекрасная действительно статья, за которую дали пульсскую премию. Ее успех, как и успех очень большого количества статей «Благоязычный пресс» заключается в том, что это умение поставить вопрос. Вообще самое главное, я не знаю, интересно ли это кому-то насколько тут журналистское сообщество или нет, но самая главная и самая сложная в профессии журналиста это поставить вопрос. Когда ты ставишь вопрос, а где мне раскопать мать пьяного и Макса Шантова, ты получаешь соответственно продукты. Когда ты, как журналист «Вашингтон Поста», спрашиваешь, что такое забыть собственного ребенка в машине, что происходит с человеком, который забыл собственного ребенка в машине, то ты получаешь пульс в русскую племию. Потому что потом ты вдруг выясняешь, что он не был одним, и что таких плюс десятки, и что это огромная трагедия, и что ты идешь к нейропсихологу, психологу, биологу, ты спрашиваешь, как устроен этот эффект, что происходит в голове человека, который может такое сделать. Ты ставишь сложный вопрос, и ты не даешь ему ответ, потому что вопрос слишком сложен. показываешь всю широту эту проблему, и получаешь какую-то плюсскую племию. Я уверена, что такой текст тоже очень нужен в России. Я уверена, чтобы его читали. Ну что, в моих текстах, слава богу, немного Санта-Барбара, там тоже есть частные истории, и их довольно хорошо читают. Хотя я, естественно, вот Лена сейчас сказала про программу социальную вину сиротов, которые фонд Лены отказников помощи людям сиротов сейчас активно продвигает. Я не знаю, про меня написал еще кто-нибудь про это? На самом деле я бы сказала, что есть социальные журналисты, необычных вообще нет. Так как я не считаю прессой, они покупают статистические релизы, я считаю только то, что там пишут. Может быть, хочется, но это время. Но то, что я считаю когда пишут какие-то статьи о нашей работе, работе коллег, я знаю достаточно большое количество их хорошее, но я понимаю, что на Афигоне не теряются. Для меня их много, я других не вижу. Это как раз и проблема. Дело в том, что вы говорите, дело в том, люди живут по региону, это вы радиус свободы, название такое, радиус свободы. Люди живут по-разному. Есть те, которые живут в центре России, крупные города, и так далее. А ведь информация накапливается в человеке в негативном формате, если еще долго это давать, то она в нем накапливается. Возьмите ребенка из детского дома. Если постоянно говорить, кто взять? Если постоянно в рамках детского дома говоришь, что ты мерзавец, что тебя ждет мир, специально говорили, что ты мерзавец, что у тебя еще очень хороший режим, занимает алкоголичие, и так далее. Ребята, почему на дети выходят с такой заниженной? Это очень пересекается с тем, что у нас граждане начинают внутренне опускаться перед теми трудностями, которые возникают, и потом возникают эти отказники и так далее, и другие проблемы. Чем ниже внутреннее ощущение жизни, свободы человека, тем выше всякие разные риски того, что он кого-то оставил. Эти 86 тысяч почему оставляют детей в пограничной ситуации? Что думаете, он там читал хорошую какую-то новость, наберите любой новостник, он читает, а я читаю, я все просматриваю. Большинство новостей связаны там с негативом. Негатив именно поставляется как какой-то уже качественный продукт и некачественное содержание. И это все равно приводит к какому-то внутреннему состоянию, а вокруг все не так, как общественные движения что-то двигают. Но человек живет тем, что ему действительно реально подают нам люди, а нам люди подают вот это. его много, реально много. И начинается уже ощущение, что вокруг все полный факт. И так человек живет с этим. Потом он переносит это на союзе, на родственника. Почему у нас проблема вот этого, когда мы там пытаемся кого-то устроить, мы не можем найти никого, куда будет ребенка родственник, знакомый, друзья, кого-то. Что мы видим только один субъект. Либо маму, либо ее бабушку. Дальше никто не движется. Потому что все действительно распалено. Но эта распределенность происходит именно в сознании конкретного человека. А если в конкретном человеке это происходит, уже радиус работы с ней работают. Здесь работают журналистские таборы. все. Я призываю зал включаться в дискуссию, потому что у нас очень яркие энергичные спикеры. И если вы не будете пользоваться с микрофоном, который вы дали, я думаю, что у вас не будет шанса не задать вопрос и выставить какую-то свою... У меня вопрос к залу. Вот скажите, что у нас там есть определенный какой-то перекос в одну сторону или в другую, у нас есть общий какой-то тренд, который двигается, который им даже нравится писать о вот этом, вот этом, а то, что нравится тому, чтобы это нравилось, мало кто это пишет. Ну что-то, разве это не так? Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Хотелось бы сказать, что, конечно, скорее всего тренда все-таки нет. Просто, ну, по-моему, подавляющее большинство людей предпочитает то, что написано более красочно. То, что бьет по эмоциям. В принципе, вот... Вот пример. Хороший пример. Хороший пример. Нет. Тут сейчас другой пример, опять-таки, возвращаясь с сиротским всем репортажем. Просто меня, например, потрясло, что когда вышли, вот не было ни одного практически, ни одного объективного репортажа, ни одной объективной оценки, все было субъективно, все шло на эмоции. Почему? Потому что эта тема, по-моему, эта тема просто затронула, она в первую очередь ударила по эмоциям, она отключила расу. И вот уже чуть-чуть отстоялось, уже пошло какое-то объективное, что-то такое, как бы сказать, рациональное появились рациональные статьи. Потому что журналистка всегда была к этому реально не готова. Не готова было общество, а журналистка всегда в связи с тем, что с этим реально плохо работала, ну просто там писали каких-то мероприятиях, праздников, танцев и так далее, и вдруг появилось то, что требует серьезного осознания, проблематики. Ведь это проблематики не только самим детей, это и родителей, и СМИ, и власти, и других субъектов. Это сильно вообще эффект, что журналисты не готовы к такой серьезной. А общество тоже оказалось не готово. Я 12-го ягваря вышел на этот марш, потому что я потом уже понял, почему я вышел. Я спросил некоторых людей, просто людей, которые шли. Спросил, а собственно почему вы вышли? Сформулируйте. Никто не смог сформулировать. В принципе, никто не смог сформулировать. Они просто сформулировали. У них где-то обголовились. Это плохо. У других, которые читают ту же комсомольскую правду, это хорошо. Что вот этот закон вышел, что запретили и прочее. А потом уже я начал национализировать, начал читать. И вот, что самое интересное, по-моему, особая активность проявили журналисты, а некоторые блогеры, вот в частности, первые, вот эту статью, про которую вы говорили, американцы, я прочитал ее в переводе одного блогера. Ну, этот блогер не раскрученный, он, по-моему, даже не тысячник. Он перевел, он разбил на пять частей. Я все эти части прочитал и стал понимать, почему, собственно, отца оправдали. он, действительно, получается, сам себе наказан. Далее, другой блогер, тоже весь начал, вот, он начал копаться. Я не видел, чтобы журналисты так копались. Он начал копаться, разбирая утверждения, что наших детей убивают, а убийцы остаются безнаказанными. То есть, вы можете сказать, что блогеры сейчас более сильные, чем журналисты с точки зрения про прокал? В том-то и дело, что я хочу сказать, что заинтересованные люди, которым эта тема оказалась небезразлична, которые не гонятся за рейтингов, им не важно, что их там прочитают миллион, два миллиона, три миллиона. Им важно, вот как было правильно сказано, поставить вопрос и дать на него ответ. Это обычные люди. То есть, какая-то часть все-таки оказалась готова вот к этому. Они, но тут, к сожалению, это уже преликонзирует журналистам. Они этой части не помогают найти правду. Вот. Опять-таки, частный пример вспомнил Туэль Хансу и Артема Савельева. Все помнят, как Павел Астафор защищал мальчика, которого мать отправила... вот это. А теперь скажите, кто знает, где сейчас Артем Савельев? Где вспомнил? Сколько раз от него отказывались после этого? Есть смешность два. А вы знаете решение суда американского? Вот. Чему он обязал мать, Туэль Ханс. Он обязал, если не ошибаюсь, единоличной выплате двадцати семи тысяч долларов и тысячу долларов каждый месяц алиментов до восемнадцати, ну, восемнадцати. Вы знаете, да? А кто здесь это еще знал? Ну вот. Видите? А остальные у нас еще я недавно побывал у себя дома в другой город это Белгородская область и соответственно спросил людей, которые не лазят в интернет но читают комсомельскую правду у своих родителей уже по поводу этого по поводу у Максима Кузьмина я спросил а не знаете продолжение происходит то есть да но извините это сам доклад который по сути дела бьет по куче людей она бьет по детям она бьет по приемным родителям она бьет по биологическим родителям а власть а власть тут сама сейчас там видны несчастных той же пенсии во-первых скулью она бьет не только по власти кстати я просто так считаю что она начинает бить по всем тем кто использует все эти истории не для того чтобы помочь детям а вот именно для того чтобы каким-то образом решить свои проблемы это не только власть вот это вопрос естественно кэппл жив а тогда мы подошли к вопросу зачем и кому нужны интонации и что вообще происходит мне кажется что вопрос не знаю действительно у кого зачем нужны интонации это понятно что это некие большие политические которые откровенны я помню свою статистику то для государства незначительные цифры как детей которые не видят одна тысяча детей это вообще ничто легко можно бросить я ничего не понимаю странно между собой возникают отношения большие люди разговаривают с другой стороны что дальше то чего не хватает то чего возможно еще не выстрелы это люди которые умеют задавать вопросы потому что это настолько среда среда людей наглядных этой темы скандальными это вызывает жутко разговаривали у меня при этом понимаю что одновременно у этого есть никто плюс люди начали на это смотреть в сторону этих детей правда пока они видят всякие разные вещи специфического характера тем не менее если здесь появляются люди умеющие ставить вопросы супер мы движемся дальше в пентагоне после которого закончилась бы война в Вьернаме если бы мы жили в нормальном обществе в нормальной стране дело должно было произойти так да окей мы не можем изменить тот факт что 900 тысяч наших людей ежегодно не будут уезжать в Америку ну да в масштабах многомиллионных стран это не самая главная трагедия хотя это конечно чудовище это тысяча человек но тем не менее допустим мы получаем такой огромный пиар проблема что должна что бы случилось если бы у нас была свободная пресса которая работала бы по всем нормальным механизмам случилось бы следующее это пресса не там не трое нас как это обычно бывает а в каждом издании на каждом канале стала бы говорить дорогие друзья как это хорошо что вы обратили внимание на эту проблему давайте теперь мы обратим внимание не на то что нам надо сирот больше усыновлять или лучше детские дома финансировать а давайте обратим внимание на то что дети живут до сих пор в казармах по сути дети не должны жить в казармах невозможно в самой дорогой в самой Саша много пишет про это в своем визбуке в самом лучшем дорогой краской выкрашенной казарме невозможно вырасти счастливым то что Саша говорил вот это ощущение успеха которое так важно человеку чтобы стать человеком и чтобы своего собственного ребенка в этом не отдать в детский дом проблема с личным сиротством огромна это ощущение успеха можно вырастить только в семье пусть у нее будет пять человек пусть родители в ней работают и получают зарплату за то что они родители но у тебя твоя собственная мама да и твой близкий привязанный тебе взрослый должен погладить по голове когда в семь часов ты слышишь отбой от некоей тети которая сегодня одна завтра другая и так далее ничего не будет но где эти тексты о том что интернетная система решили формировать знаете я хотела бы очень так еще совсем углубиться журналистской если да знаете если мы даже будем проводить обучающие семинары или какие-то встречи с журналистами мне кажется что ситуация не переломит дело в том что журналист на рабочем месте это журналист за пределами даже на рабочем месте должен утверждать я думаю что я общался просто с людьми которые журналистские были 50-60 лет вот так вот был Дмитрий Мамреев зам главного редактора газеты «Извести» несколько лет назад умер я с ним беседовал и обо всем этом говорил «Саша пойми правильно что до тех пор пока конкретного человека не будет гражданской позиции относительно любой ситуации сироты у нас будет это все так сегодня и есть поэтому журналистика это она именно такая какая она с точки зрения самих журналистов никого не хочу обидеть действительно так и относительно тех социальных групп с которыми они реально мне реально я к этому уже спокойно привык потому что каждый раз когда ты читаешь текст и видишь что человек начинает это делать мне понятно что это уже не по человеческому получается он просто делает какой-то робот которому нужно чтобы был рейтинг Бог рейтинг сейчас рулит когда это изменится когда-то это произойдет когда-то когда-то говоришь что он пост там культуру журналистики и другая а ты хочешь сейчас взять и перевозить на нашу культуру ну беседовал я несколько раз там с журналистами которые там я говорю давайте мы поговорим о проблематике семей и так далее давайте скажите сколько раз вас там бьют ну и так далее это вот это все понимаете это сохраняется уже идет какое-то время все время говорят о том что дети плохие оттуда выходят негодяи опять статистику сегодня читаю в газете что только 10% да сложно они устраиваются погибаются почему не пишут как сделать так чтобы это каким-то образом изменить пишем о том что пропортура сказала что там все тиражи посмотрите на это на самом деле это не так почему ну потому что видимо такой заказ есть в самой этой серии возможно это как-то выгодно и ну невыгодно деятельность но опять вопрос я же хочется поступить за журналистом нет нет я не нападаю потому что выгодно эти выгоды все таки выгодно если можно прокомментируем потому что мы очень любим искать главного злодея то что в принципе в принципе все равно отчасти интересное отчасти напрягаться вдруг оказывается что нужно не связать ответственность больше больше не вредить никому нет здравствуйте меня зовут Анастасия я хотела небольшое мнение начиная еще журналиста мне кажется что вся проблема в том в плане журналистской среды что часто об этих важных аспектах проблемах пишут те люди которым это ну не интересно то есть они пишут это как отписка они не углубляются там получатся слишком много копипасты 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 от мнение цифры «Да, да, 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 да». И вот сложно найти тому, кому можно было дать эту работу, чтобы она была выполнена с углублением, с анализом. Но я не знаю, почему, потому что, возможно, уже, ну, как журналист на рабочем месте, вот ему дали задание, и редактору все равно интересно, неинтересно, но выполняет. И поэтому получается, что нужно сделать быстрее, и все равно как, ну, прочитают, не прочитают. Мне кажется, нужно мотивировать как-то вот саму среду журналистов, чтобы не было такого. Можно приложить это задание на того из редакции, кому интересно. Это как нужно. Вообще, в Роскома, репортере нет такого. Ну, у нас, кажется, журналист сам себе выбирает мусс-ферограф, и система, ну, за каким-то редким заключением, потому что там написать как-то новость. Не, ну, есть направление там, в Московском комсообразии. Я думаю, что журналисты сами выбирают эту тему, или... Правда, я работаю там уже, сколько-то, 13-15 лет в профессии, я не помню, что журналист занимался чем-то, что он не любит. Нет, не существует. Да, но, видимо, да, ну, возвращаемся к тому, с чего я начала, в свободной кризисе, вот даже журналистика, качество, конкуренция, да, и далее. Ну, вот лично мне приходилось писать про кризис в Роскома, в Азии, в 18 лет, про которую я вообще ничего не понимала, и как-то это даже... В 18 лет, знаете, мне приходилось писать не про топ. Нет, это просто о разных вещах говорим, я не знаю, как-нибудь молодого пола, который хочет делать, я не знаю, жатан, и тоже приходится начинать с чистки картошки. Это нормально, ложитесь, и все будет хорошо. А как вы идите и поймете, кстати? Было интересно, да, что вы в 18 лет написали, там, ну, про ребенка, какое-то расследование, какая-то социалка, а мне дают там политику, или что-то другое, или неважно, как-то... Это вопрос ученичества, конечно, это международное. Да, это немножко другое. Правильно на самом деле говорить, у меня есть знакомая, которая работает в Носковском комсомольце. Она работала, писала еще подряд, ей платили одну зарплату, она перешла писать ее политику, увеличилась в два раза. Ну, то есть, понятно, что внутренние задачи есть какие-то, учитывая, что некоторые издания напрямую, и напрямую, да, и я говорила об этом маркере. Есть маркер, он не больше там какой-то конкретного какого-то редактора, общегосударственного маркера. Хотим делать так, будем делать так, не хотим, не будем. Это я просто понимаю. А о чем вы говорите? Да, ну, просто я хочу тому свою мысль завести, то, что нужна просто ответственность в любом СМИ, как в частном, в каждой редакции за качество пусковых материалов для тех людей, которые их производят. В любом, не в русском репортере, даже в комсомолке, когда это хотя бы минимальное. Ну, я думаю, что здесь вопрос не только качества, а только разного формата. Если комсомолка себя выссоцинирует как работает, потому что в последний момент себя уже долго и давно выссоцинирует как работает, то согласно работе, по-моему, там все нормально, согласно тем, что дать ему будет. Я бы, знаете, вот есть еще другой же способ, как работать с темами, которые мне интересны. Вот я, например, когда что-нибудь берусь, я никогда это не кончу делать. Мне всегда это адски скучно, и вообще я думаю, это какая-то фигня, зачем мне все это делать. Это происходит ровно до тех пор, минут 15, пока я не сделаю самый приблизительный ресерк. Как только я его сделаю, мне сразу выясняется, что там миллион деталей, что все интересно, что нужно докопаться, что есть область, когда это не случилось. Слушайте, а вы, во-первых, взяли на имя, перезадиваться в кудру. Понимаете? Мне кажется, что вопрос вот этого момента, что кто-то еще взял на улыбаться. Это хорошо. Дело в том, что если мы будем вот такими категориями мыслить, стремиться к каким-то идеалам, помочь кому-то взять ребенка, самому взять ребенка, сделать так, чтобы эта среда формировалась, и все это было таким качественным, чтобы действительно детям помогало, то у нас не будет этой джинсы. Но на сегодняшний день с этим вопросом, вот Вера там, я гляжу на вся внутренняя свобода, потому что она и хребнула, и манила проблему ребенка, если хотела это сделать. Но многие к этому стремятся. Можно? Я с вами не соглашусь в одной части вашего высказывания, а именно, я бы подостерегла журналистов, которые провоцировали бы всех подряд играть детей. Нет, я не про это, я не про это. Себя сначала усыновить надо училить, свое внутреннее правное состояние. Остальное все приложится. Сначала себя не усыновили, не сделали себя внутренним гражданином, а хотим что-то внешнее являть. Вот о чем вы говорите? Вам интересно, посмотри, что через 10 лет. Давайте дадим слово. Да, вот, там уже еще у нас. Я все-таки не о журналистах, я сама начинаю еще думать, то всегда, когда беру за темы, действительно бывает такое, что думаешь, что тебе что-то неинтересно, как это так, а потом, когда начинаешь разбираться, думаешь, о боже, здесь есть то-то, 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 можно развернуть и так, и так, и так, надо полюбить просто эту тему, и тогда действительно все ответы на вопросы, они действительно придут. Если говорить о теме, которую мы затрагиваем, вопрос в том, что даже если один журналист раскроет всю эту тему, вопрос в том, что будет после этого дальше. Это вопрос общества, что мы будем делать. Здесь не только журналистика, здесь вообще, в принципе, общество, как оно будет реагировать на это. Так что нужно начинать все-таки с каждого из нас, или именно журналистика. Это же я представляю, это же взаимосвязная вещь. Общество уйдет, в том числе, и средства и массовой информации, очень вполне активно. Это инструмент, который очень сильно работает. У нас есть качели, у нас есть общество, у нас есть СМИ, они вот работают в паре, и эта пара пока как-то на конце страны таяет, грубо говоря. То есть она никаким образом не влияет на реальные изменения, в чем-то другое. И вот, у меня не очень понятно, я не знаю, какие механизмы, как работает СМИ на самом деле, на конце концерта. Что должно быть, чтобы мы познавили большее количество журналистов, писать не только про конкретного Василия Бали, без выводов, а говорить именно о том, что двигает вперед эти перемены. Говорить о том, а почему? Ставить правильный вопрос. Мне кажется, есть ли вывод, если есть какой-то тайный журналист, консульта заказа, сделать так, чтобы... Да нет, нет, все на самом деле проще. Надо чаще встречаться. Нам с журналистами, поговорить, рассказывать о проблемах. Вера расскажет о проблеме, как она, чего, чтобы все понимали, как это берется, какие документы. Альшанская расскажет, как они работают с казняками. Я расскажу о проблемах, с не поводом, если вам в рамках системы. Когда мы будем просвещать журналистов, все идут. И когда они будут писать, они будут знать о том, что если он... Ну, то есть, отнесение к реальности будет более реальным, чем то, что сегодня. Они себе очень много чего представляют и не знают реально, что сегодня происходит. Я вам даже скажу, что мне позвонила девушка, говорим о конкретном случае, она говорит, «Саша, я очень знаю, в своей эту женщину, да? Я поеду с вами. Она поедет со мной завтра, чтобы увидеть вот этот вот момент поддержки этого человека». Тоже, что хочешь, поехали? Я две недели вам об этом пишу. Вот, видите, работает с прессом человек. Я первый раз вижу. Мне кажется, что сейчас наша встреча себя оправдала на сто процентов, потому что получился совершенно реальный результат встречи с прессом. и в результате рабочих, пожалуйста. Площадка нужна. Нет у них. Вот. А вот еще хотелось такое замечание сделать, что вот вы говорите, провели исследование, вот там миллионы муаз, так вот, а вот у меня такое ощущение, что журналист еще должен показать, что тема, которую написали, вот читатели, что она читателя затрагивает. Вот как, на ваш взгляд, многие журналисты так делают. То есть просто показать, что читатель может оказаться героем этого репортажа или оказаться вот... Правильно понимаешь? Вопрос, как зацепить читатель? Что-то сделать надо в первом абзаце. Если в первом абзаце это не сделали, то пока с вами уже никто не взорваетесь. Ну, просто зацепить там можно по-разному, да? Но именно показать, что вот эта ситуация, касается и читателей тоже. Именно касается, чтобы он начался. Слушайте, мне кажется, что это какая-то немножко тупиковая веточность нашего разговора, потому что мы сейчас приюзительно будем разговаривать о том, что журналистик должна быть хорошей. Ну да, это так, естественно. Журналистик должна быть хорошей. Набу фотофотографа, я... Сюси, как-то дальше... Дальше... Мне кажется, что эта история, потому что мы рассуждаем про журналистику, мы всем всем что-то сказали, что нет этой свободной территории, нет задачи, нет того критерия качества, который мог бы регулировать этот процесс, видеть возмущенности, видеть какие-нибудь юридические правила, видеть сообщество, профессиональное, потому что действительно работает как сообщество. Я понимаю, что если бы на этом мы сейчас не изменим, на самом деле. Изменим, блин, после нашей встречи, после нашей встречи, после нашей встречи, я думаю, что уже многие начинают задумываться. Дело в том, что общество, на самом деле, общество воспринимает журналистов сейчас в нынешней истории, ну как там, понятно, что. Я думаю, что вы все знаете, о чем мы говорили. Нет. Интересно. Программа никакой не включи, все связано там с какими-то шоу-промовками. Все все думают, ну вот они там этим занимаются, этим занимаются. Я хочу сейчас сказать о другом. Что есть между обществом и СМИ эмирационная зона. Это общественная структура. Мы, я, мы готовы и открыты к диалогу, потому что общество, аморфно, оно не может сформулировать вот те задачи, цели, которые могли бы привести к тому, чтобы, ну, кто-то там хотел взять. Я просто консультирую массу народа, связанную с установительской темой. Мне пишут там и так далее. А то, чтобы, например, консультировать, помогать журналистам начать понимать что-то, понятно, что на улице опрос проводить общество мало, чего можно сказать. Давайте, мы, может быть, выйдем на тот формат, что будем приглашать специалистов, общественников, которые могли бы по вашему заявку, по вашему запросу раскрывать эти темы, которые сегодня обществу, в том числе обществу, еще меньше понятны и еще меньше понятны самим журналистам. Чем больше будет понятно журналисту, тем будет больше понятно общество. Получается же, журналист проводник. Давайте этим проводником работать, чтобы он не был полупроводником. Вера, как считаешь? А вообще ведь вот эта история с законом Димы Яковлева, она же началась довольно внезапно, как ответ на вот этот американский Акт Магницкого. Ну вот, все вот это раскрутилось. А ведь как было? То есть, как это выглядит? Был юрист в Hermitage Capital, который занимался многомиллиардными хищениями, причем с людьми, связанными с очень высоким уровнем. Этого юриста... Нет, 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 нет. Вот этого юриста посадили, и он погиб в тюрьме. И если бы начали задавать вопросы, а почему у нас человек погиб в тюрьме? Почему у нас какие-то непонятный то ли хищение, то ли не хищение, очень высоко наверху. А внезапно оказывается у нас, а смотрите, у нас дети в Америке умирают, им очень плохо. И началось вот это вот. И сейчас... На самом деле, уничтожение законодательства в отношении усыновления в Америке началось гораздо, гораздо, гораздо... Я понимаю, что это началось гораздо раньше, потому что началась волна, и, по-моему, довольно часто так происходит, что происходит какая-то проблема, и люди тут же дают другую проблему, чтобы они отвлеклись. Нет, дело следующее. Если говорить о кредной работе, то в большом счёте должна быть... Я работал с уголовной исполнительной системой 10 лет, совсем. В большом счёте туда смерть конкретного учреждения, там, понятно, следственного взаимодействия, в большом счёте должна быть работа с уголовной исполнительной системой, чтобы люди погибали, чтобы инфлоп в камеру не ставили, чтобы в пресс-стату не совали, ну, это давно ничего. И вдруг перемещение туда. Понятно, почему. Это, во-первых, политический момент, и, во-вторых, на самом-то деле, я вам даже так больше скажу. Когда это произошло, мне, вот, когда, знаете, когда курсы погибли, я сразу понял, почему, потому что служил в науке. А когда я здесь это услышал, я тоже понял, что вопрос гораздо глубже, нежне просто там политический контекст. Потому что это сразу переключило на неготовое сообщество журналистов, значит, общество, швакас, вот оно узкое горло, 300 тысяч респортанцев село встало в эту узкое горло и застряло там. Поэтому здесь переключение произошло, ну, что называется, автоматически. Я просто разговаривала с Филиппом и Лаховой, и мы это всё обсуждали. Сейчас там в рабочей группе, Илья, кстати, тоже работает в этих рабочих группах, в Совете Федерации, там, ещё много где ещё бегает, да. Для меня лично это, как бы, внутренне положительный момент. Когда я ещё, как в пустыне, в детском доме, где-то там бы я был. Но то, что внешняя среда была не готова, и как она на это отреагировала, как это пошло, это вопрос, видимо, вот этой технологии переключения. Переключены на это? Если там более глубокий вопрос... Плохо детям в Америке, а... Ну, понятно. Мы, понятно, оставляем у себя, а что у нас? Понятно, понятно. Но переключение произошло. И произошло оно на ту почву, которая сегодня была. И Вера говорит о том, что это был процесс раньше. Он был, просто он состоялся в один, одномоментном. Мне кажется, много области людей, которые... Силый процесс, замкнувшим ягая на сонтарном установлении, ушёл несколько лет. До этого, в 2006-й год, это воронный момент. Но у нас, при этом, нужно понимать, что мы сейчас говорим об этом, как о некой новой политической карте. Но реально за этим стали совершенно конкретные проблемы, серьёзные, которые действительно не решались. Потому что все те же самые люди, которые занимались коррупцией, в связи с сонтарном установлении, остались в нас в рабочих местах. У нас не один чиновник, либо уволенный. Они такие говорили, смешно, это было очень забавное. Эта история, когда пошли какие-то статьи на тему того, ну, защиту этого решения политического, да, и писали, что вот, там, коррупция, ужасная коррупция, и за это, значит, нужно закрыть. Очень простой вопрос. Корруппированные американцы, которые деньги, наверное, в руки, ну, потому что, понимаешь, коррупция, она предполагает некого вот этого с нашей стороны объекта, а вот тут вдруг выясняется, что вот этот вот такой вот сильный политический акш, что про такая коррупция ничего нового нельзя делать, прикрывал к тому, что ни один чиновник вообще, ни одного, ни одного, ни одного, ни одного, ни одного. Так что сейчас там тяжело, уто страдало, там, собственно, ну, он должен быть не уродным, да? Взяли никто. То есть все люди остались на своих местах. И вот тут мы понимаем, что вот это, вот, да, то есть журналисты пишут, но они знают, как это, как это практически нет, они знают, какие реальные проблемы в этой сфере нет. Мы об этом что-то пишем, но это раскапываем, нет. То есть это вот тоже, ну, как бы, существуют качественные вопросы для журналистов. И это, я хочу сказать, что это не то, чтобы, главное, была какая-то сложная задача. Когда все, что случилось, с вами, что случилось, я был в паре с своим коллегой из Америки, лично, который прилетел в Техас, а я, значит, готовила для него какую-то российскую часть. И не то, чтобы я как-то там прям убилась, раскапывая информацию, мне было требовалось полдня телефонных звонков и внимательного чтения интернета. То есть можно даже прям попа не отрывать. И я нашла, пожалуйста, как передачу «Детский вопрос», который выходит на радио в России. Здесь, кажется, в третьем году приезжает ровно в этот детский дом в Печуэль, и как-нибудь выходят, не знаю, органы опеки и говорят, детей совсем нет. Боюсь, что никого не сможешь нам подобрать. Они приезжают с пятью родителями, мне нужен пять человек в детский дом в Печуэль, а через дорогу в интернат в Печуэль. И они говорят, ну, кажется, это непосильная задача. Ну, все, я нахожу журналистку этот два звонка, который была в своей передаче «Детский вопрос», и мне историю подробно рассказывать, как могли детей найти. Тут же они мне рассказывали, как из них вымогали отказ, как они привозят туда семью, которая ищет четырехлетнюю девочку. И выводят документы на двухлетнего мальчика. Они говорят, ой, наверное, это какая-то ошибка, мы же ищем четырехлетнюю девочку. Они говорят, да, наверное, это какая-то ошибка. Пишите отказ, чтобы не хотите этого мальчика. И тут специалисты, которые их сопровождают, отключат. Нет, мы не будем ничего подписывать. Почему мы же подписываемся на его иниверситет? В России. В 2003, Саша. Ну, да, в 10 лет. Ой, нет, наверное, не так. Ну, или что-то. В сумме об этом, да. Здравствуйте, я зовут Лена. Я хотела бы вернуться немного назад. Вот вопрос, Александр очень часто говорил о том, что все-таки это проблема, которая идет сверху, и сидит у нас самих. Да, такой вопрос, как все-таки менять людей. Ведь не только СМИ воздействуют на идеологию, не то, что на идеологии, а как людей воспитывать. Потому что, зная, у нас была такая ситуация, проходит праздник, день рождения Чебурашки, когда несколько детских домов приезжают, и волонтеры с ними работают. Зная себя, то есть я пришла там через друзей туда, по добровольной основе других, практически засунули туда так, чтобы, ну, хотите получить автомат в университете, приезжайте, работайте здесь СМИ. Вот, и я в торгово-экономическом, но это все переходило через высшую школу экономики, и просто людей набирали. То есть практически даже про это никто ничего не знал. А в мать и в детдом, да? Ну, да, то есть как бы хотите, езжайте, будьте волонтерами. И по большей части так, это все воздействовало только на уровне ВКонтакте, и нигде больше, даже нигде не освещалось. В принципе, то есть вот в этом проблема, что люди-то и не знают, как с этим работать, что это вообще происходит. Вы знаете, вот вы задали хороший вопрос, но ответ опять даже в пусской степени. Нравственная пятигрия. Понимаете, я в детские дома не езжу так часто, потому что я понимаю, не знаю, что там делать. Я приезжаю, когда у меня есть какая-то программа, проект, который я там реализую. Просто я это не еду на автомобиле, нет автомата, у меня механика. Механические мозги должны быть у людей. Но дело в том, что вчера мне пишет девочка. Вот я начинаю там переписывать. Я переписываюсь со светлым детским домом. Мне 20 лет, там, 24 лет, а ему 15. Я написала ему 10 писем, он мне ответил одно письмо. Он даже сидит в контакте, он мне не отвечает. Что мне делать? И у него в голове каша, понимаете? Поэтому тут вопрос, конечно, качественной информации. Сегодня качественной информации, как делать, почему вы делаете, почему я тоже очень мало. Возможно, опять же, журналистская среда должна правильно подавать. Я вот сейчас написал статью там в РЕР Новости о том, там 50, там, ну, кого-то выбираем. И она мне сказала так. Чем хуже человек знает тему, тем это нам интересно. Потому что он в кадре орет все, что не по поводу. Одна народная артистка орала, что вот девочку, которая бьет сейчас за возврат ребенка, ее нужно стерилизовать, чтобы у нее второго не было, чтобы она ей не запрямляет. Поэтому, чем больше вот этого всего не конкретного, размытого, не качества, тем это интересно вот этим всем вещам. Для того, чтобы до качества дойти, вы сами должны за этим пойти. Но это у вас должно быть внутренний заказ. Тогда все будет нормально. Сегодня с этим большие трудности. Завод, там, как не включишь, смотришь там, ну, я резко с вами, а с телевизора просто нет. И там вот непонятные люди об этом говорят. Да посоветите вы вот экспертов состоявшихся, чтобы они как-то это правильно... Я иногда на передачу иду, ради эти слова, понимаете? Да, мы опять возвращаемся к теме любственного заказа. И мне кажется, вот уже несколько раз мы выходим на один и тот же круг. То ли пресса впихивает чего-то непонятное неразумному читателю, то ли читатель заказывает все это непонятное, те же самые песни. Мне кажется, что это как слова, как устраивающиеся за гост, ну, тема совершенно бесконечная. И да, ну, это как бы такая штука, которая дальше обсуждать тоже немножко тупиковая. Ну, мы не найдем, наверное, ответы. Вше тоже вше, во вше. Давайте проведем до всего вше, там, на уровне генералитета, какой-то обучающий семинар. Скажем, Вя, ты что у вас все на автомате-то? А, я хочу тебе сказать, что вше обучает вам. Я знаю, я знаю, я знаю. Но при этом у них вот такая вот поддержка. Я знаю, я знаю, у меня жена там училась. Но, знаете, мне кажется, как мы действительно выходим, потому что, наверное, вот это вот, мы дошли до точки, да, мы не разрешимы не по ситуации, там, про ценности, про оборудование общества устроено. Но мне хотелось еще такую маленькую вещь сказать. Я надеюсь, что мы ее приедем с этой решением. В общем, в смысле, что вообще вот эта тема сиротства, она вот, на самом деле, отдельная. Это тоже такой очень-очень большой баг в себе обсуждений, что нет, на самом деле, такой темы отдельной, категории, да, у нас сейчас понимают, это как только, не знаю, вот есть там дети инвалиды, есть дети сироты. Да, и дети сиротства, чтобы вот такой выточенный, вообще некий блок, выточенный из социума, существующий отдельно. И так про него и пишут. Мне кажется, что самая главная ошибка вообще всей этой журналистике вокруг этой тематики. Потому что, на самом деле, если реально задают вопросы, как только говорил Вера, как это расправлено, зачем, почему, что тот вопрос, который должен получить ответ, не готов, и меня создается понятно очень быстро. В общем, простая вещь, что нет никакой изолированной темы сиротства. Есть общая тема нашего социального нетнепрополучия, социального и семейного, тема устройства социальных институтов, устаревших, которые не работают. И помимо этих, бухтинычек нету. То есть, никакой отдельной такой вот истории, категории детей, как там определились, они, по-прежнению, на все были похожи. Они сироты, а вот это без ноги. Нет. И вот тут оказывается, что если бы было глубокая журналистика, как бы мы оценивали, мы очень быстро ушли бы с историками, вот это то, что мы говорили в начале, да, что это какие-то единичные жаренные факты. Потому что рома углубления показывает, что умные и ахмиды, единичные жаренные факты, про то, как нас собственно строят. И какие проблемы уже очевидны, пропадают, да, и пробуксовывают, и в виде результата, как невозможно воспитывать ребенка, и нежелание его воспитывать, проявляются. Или в том, как устроена потом достаточно забота, да, какая-то некачественная, не выполняет свою функцию, не каким образом не отвечает интересам ребенка. То есть эти вещи, они в итоге оказываются не видны, как разное самое обидное в этой ситуации, да, почему иногда, вот я говорила об этом, даже у меня вызывается, такое искреннее чувство раздражения, там, части статьи про слезливую личную историю, или там, про прежу, потому что в итоге оказывается, что с этим кирпичком никакой стены вообще не видно, абсолютно. И он создает, в итоге, когда их много, это значит, создает совершенно ложную картину. То есть она не показывает собственному, которому он бы, так сказать, все было. Даже считает, что он со мной, все истории, то есть это история про нас с вами. То есть это настолько неотделимая проблема. Я хотел бы, знаете, сказать, вот у меня есть друг Скалов Митриевич, он писал 2-3 материала. Я его поймал в метро и дал ему медаль спасения детства, который я, ну, как человек, который прошел систему детского дома, понимаешь, что это соленое место. Мне кажется, что может быть нам надо сообщество, общественное, в том числе саморганизацию, поддерживать лучших журналистов, которые качественно пишут, которые делают действительно какие-то шашки. Скалов Митриевич, материал «Хочу тяжелый ребенок». Для меня лично, я знал, чем Дима занимается, как он пишет, он действительно такой раскрученный журналист. Но когда я начал на эти проблемы переключать, он сказал, что, знаешь, я начинаю понимать, что я еще глубже, да залезу, я там и останусь, потому что он сам там многодетный и так далее. То есть он человек, который с такой вот позицией. И когда я его в переходе поймал, говорю, Дима, стой, вот ты это делаешь, пусть там как-то звучит моя личностная оценка этого момента, но если мы объединимся общественно каким-то сообществом, будем этих журналистов подсвечивать, а не говорить, как-то поощрять, может быть даже как-то вручать зеребряные калоши или журналистам, которые пишут как калоши, тогда, возможно, что-то произойдет. Но дело в том, что будет ли они это замечать, потому что журналист работает на поток, он должен в день сколько-то сдать, чтобы получить в конце месяца нормальную финансовую составляющую. Здесь вопрос опять, насколько он будет углубляться, насколько это будет полезно, и насколько это будет полезно, в том числе и так, о том, о ком он пишет. На самом деле, это тоже не так однозначно, в зависимости от жанра, от дизайнера, от формата, от крутого оборота. Я согласен. Но на самом деле, мне кажется, что действительно, говорить о том, о всей журналистике в целом, нужно быть хорошей или плохой, это достаточно сложно, потому что, ну да, я хотел, чтобы детских наук не было, журналисты хорошо писали, и вообще, чтобы мы как-то живем лучше, чем живем. И на самом деле, мы обобщаем, и окажемся, сейчас совершенно улетели от тех вопросов, которые были изначально, и пришли в позицию «хорошо, это плохо». Я, может быть, переключу немножко тему, но у меня есть такой личный вопрос, который мне не дает покоя, и он совершенно конкретный. Когда журналисты не обязательно какую-то тему слишком в нее углубляется, как сказал Митрич, «я там, я страна, что он», часто действительно вот эту область, делает какой-то своей деятельностью. Я помню, когда я написала этот материал про пост, и потом-то закончилась целая серия. И потом мне редактор сказал «серия», «есколько ты еще раз попадешь, и тебя уголят». «Серия» «Я просто за тебя переживаю». Это действительно, когда ты погружаешься в какую-то тему, это затягивает. Я хочу задать вопрос Вере, на самом деле, о том, каким образом, может быть, это такой личный вопрос, каким образом вы установили ребенка и связаны ли с темами, которые вы писали. «Ой, слушайте, это, например, это давно было, я сейчас не знаю, как ты к этой теме подошла и потом перешла на это». «Да, это разное, как раз погружение. Ну, вот, я была молодежь в детской, работала в русском языке, выполняла задания и некоторые дародные ребята, я сама их не выбирала. Ну, как-то вот так, я поехала сначала в детский дом, потом разговаривала с какими-то экспертами. У меня была хорошая школа, в русском языке не принимали заметок, которые только в Санта-Барбаро, и там недостаточно было технической недельского дома, надо было управиться с экспертами. Я со всеми познакомилась, с Альшулером, со всеми главными действующими свидетелями, ну, с Леной чуть позже, но тоже в рамках этой темы. Вот, из-за этого ли я получила ребенка или не за это, я не знаю, ну, мы от кого-то только. Это знаете, как о двух своих остальных детей, я из-за чего он завелась, потому что я слишком интересовала и писала тексты про десы в подгузнике или как, не знаю, бывает. И с вами, мне кажется, ну, во-первых, мне кажется, ничего страшного, потому что журналисты поражаются, становятся там чем-то дополнительным, это тендерром, Во-первых, в любую тему люди обычно попадают случайно за два месяца, в том числе и журналисты, и потом, когда, конечно, мы стараемся специализировать это что-то плохое в том, чтобы быть хорошим специалистом в хосписе. Это же настолько здорово, что они поражаются, может быть, профессионально. Мне кажется, у нас это, я тоже, может, я что-то не понимаю, но где-то, что жизнь в любом случае не должен специализироваться, но, мне кажется, совершенно странно. она уйдет работать в хосписе. И все идет. Нет, совсем не обязательно, что она уйдет работать в хосписе. Просто на самом деле, ну, в окружении есть свои, наверное, плюсы, а есть свои минусы. Но плюсы, например, такие, что ты довольно быстро исчерпываешь вопросы первого порядка и перебираешься к вопросу второго и третьего порядка. То есть, выходишь на вот это самое обобщение, о котором мы тут все говорим. Ну, наверное, не так плохо. Я не очень давно, месяц, может быть, назад видел репортаж. В Германии, по-моему, эксперимент был, когда детский сад, что ли, объединили с домом предстоялых, который рядом был. И пожилые люди занимались с детьми. И там все были настолько довольны, и сейчас там очень много психологов к ним обращаются, позволят нам там исследовать это, перенять этот опыт. Сейчас у нас другой. Возможно, что-то такое у нас произвести. Возможно, знаете, мне кажется, сейчас была программа у Явы Андрея Максимова, как раз он пишет женщина о том, что вот, значит, нашего пенсионера воссоединить по сиротам, да, чтобы они там как-то взаимо общались. Дело в том, что наш пенсионер отличается немецкого пенсионера по степени достатка, ну и так далее. Он не такой изношенный, совсем он другой. И в том числе там сироты здесь другие, наши сироты совсем. То есть здесь настолько вот так, знаете, взять вот что-то сейчас, а если у нас сейчас это начнется, у нас опять какая-то компания начнется, с престарелых детям-сиротам. Я считаю, что это как-то у нас уже достаточно, у нас уже достаточно движений, которые занимаются все детям-сиротам. Я считаю, что это военные дети-сиротам, бездомные дети-сиротам. Вот у нас какая-то компаниячка, как только начинается, нас понеслось. Понимаете? Если отдельно про это все, если интересно, то возвращаясь к угла-язычной трессе и умению поставить... не глубоко, то вот на Нью-Репаблик у Жюди Шури с такой прекрасной журналистской статьей, недавно вышла статья, где она тоже ставит довольно интересный вопрос, зачем человечеству особи женского рода, которые живут так долго. Потому что в природе все животные умирают довольно быстро после того, как они теряют репродуктивную функцию. Вот Жюди Шури с этой статьей приходит к тому, что они в общем нужны для того, чтобы быть бабушками. И она описывает как раз такой эксперимент американского в одном из американских городов, когда пожилые приходили присматривать задействия на младшей школы, и там там потрясающие результаты, потому что, например, в шестерах снизилось количество приводов детей к директору, и наоборот давление у стариков упало в сравнении с повышенным там на 8 км. то есть там прям потрясающие результаты, но она говорит о том, что еще мы можем с этим делать, кроме как пользоваться, и почему старики, конечно, должны передать свои социальные капиталы. Как кинетисталу тем, вот это труп все зацепило. А в Китае такой эксперимент тоже идет несколько лет, это именно сироты отдаются под опеку пожилым, пожилым людям, и у них тоже чудесный результат. Но, ну да, мы не являем ни Китая, ни США, тем не менее, потенциал у пенсионеров очень большой. У нас есть проект, в котором отвертые входы в больницу ухаживают за детьми, но у нас континент, во-первых, делится вот он на пополам. То есть, первое, по-моему, это такая влада студенчества, недавно закончилась, а второе, это пенсионеры, здоровые состояния, так сказать, новорожденные дети, да, и матеряки, они как бы эффективны. С ними есть другие проблемы, они еще не конфликтовают, например, с персоналом, потому что они лучше... Все не забывают, либо бабушка, на детском доме. Нет, в больнице, в больнице, в больнице, там, да, где есть, а вот, афтеры. Но, это потенциал, да, очень хороший. Вы знаете, у нас как-то вот среднего звенания, у нас все-все как-то либо студенток селок, либо бабушки. Где у нас вот эта вот молодая шпана, что сойдет, у нас слицательный пункт, песня такая есть. Где у нас тут среднего звено, и не студенты на автомате. То есть, опять же вопрос. Тут средний звенок работает и кормит... Вот работа, но и реже. Поэтому, я согласен, я согласен. Но при этом у нас перекосы вот на автомате, да, в один детский дом, там, в том же, в Тонтской области, семь групп, одновременно, друг за другом, значит, посещают детский дом, значит, боясь за то, кто параля четвертую, покоющую илюми. Я сейчас о другом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что, если брать, например, общественную среду, то в ней очень много женщин по самому работают. Так? Я сижу один, простой. Значит, в журналистской среде, я так понимаю, что тоже женщин гораздо больше. Так? Какие листы? Я думаю, да. Потому что, как мне кто позвонит, я слышал, я слышу, что голос уже на транслянке звучат. Женщина на рец, значит, звонят там все видимо, и срайдуют там, и что-то. Мужчина, в основном, это иностранцы. Я не с кем сейчас работал, и они, причем съемки делают там, связанные с детьми-сиротами, они говорят, Саша, нам нужны именно секреты успеха. В общем, как иностранцы, американцы, гританцы, немцы, с которыми я сейчас работаю, нам нужны секреты успеха, как ребенок состоялся, как это голодолет. Когда в основном приходят общие женщины, много в основном женщин, а там связано все с материнским инстинктом, и с женским отношением, гендерным вопросом, и так далее. Вот здесь тоже какой-то момент возникает, что все-таки мужчин, другой взгляд. Я вот со мной или с кем общался, с мужиками, что называется, с журналистами, их как-то удается перегрузить на тему совсем иного качества. Женщины гораздо с журналистами сложнее. Говорят, нам надо, чтобы было совсем так, чтобы вообще все плакали, и прям как у этого слезы прям нам не было. И чем-то смыслили, тем лучше. Ну, видимо, здесь тоже такой-то момент есть, женский какой-то уже начало. Женская журналистка нормальная группа, где ты в эту группу уже раз в 10 гоняешь в последние 7 лет. Так что, ничего страшного. Так, нам переподят на личность. Нет, она этим занимается, почему нет? Нормально? А у меня вот вопрос к экспертам непосредственно по проблеме сиротства. Я вот сейчас подумала, почему отказ от ребенка вообще считается законным? То есть, нельзя ли это вывести за рамки законности? К чему это приводит? Отказ за рожденное как-то, да? Почему что это? Вот, сейчас я сихонечку с поводом это за рамки законности. Составляю родителей, которые не хочет воспитывать ребенка, все равно он воспитывает, оставляя с ним, тет-а-тет. Как вы думаете, что дальше будет? Просто насилие? Да. Или нужно? Я отвечу. Тогда надо пощатить кривителей на аборт, все-таки лучше его убить в утром. Я слышала, не надо. Лучше пускать родители делают аборты, чем... А как вы рассказываете? Я хочу сказать, что во всем ничем. Можно, да, я не совсем это говорю, потому что во всем ситуация очень сложная. Вот вы знаете, да, у нас же с физиэтом с забудем, или я, то или даже быть, потому что мы срочно всем усыновляем всех наших детей, да. И вот возник вопросом, почему нам нет того, горячего станового усыновителя? Почему? По одной простой причине. Во всем мире решить семью родительских прав родителей категорически сложно, практически невозможно. Единичный случай. Это нужно уже вот так вот, не знаю, себя вести, несмотря на все усилия сцены служб, что он же жал, от всех по нему отборит либийца. Но, и поэтому, как нет практически лишения родительских прав, у них детей, которые семьи могут усыновить. Да, потому что эти семьи всегда, кроме имея права на своих детей, и семьи, и идти можно только под опеку, подременную, или семейное устройство. При обязательном, обычно, требовании на какие-то контакты с семьей, день рождения, нового, там, для дай-дай-дай-вдай-встречи, зависит от ситуации. Единственный способ завести, как бы, шелый ребенок и тем, и люди, которые усыновить, это семьи, которые добровольно живы за какие-то, просто интересные правы, а те, которые скажут, что мы не хотим, мы не будем. Есть разные ситуации при этом. То есть, опять же, очень популярная тема, которая во всех, даже во втором, в сериале, в каком-то месте, так будет. Фильм, это молодые девушки, несовершеннолетние, которые премьерные, еще не готовы ко всему этому, рожают детей, это дает таким взрослым, одногим, все знающим, профессиональным, хорошим тарпуарам. Это дается к ней, как простые творители, со стороны этих девушек, которые там сделали это очень правильно. Это тоже спорный вопрос, но тем не менее. Возможность, на самом деле, есть некое люди, что мотивенство это такой, как мотивистикт, который работает, всегда там, он всегда включен, он может включаться. Не так мотивистикт, это то, что приобретается, и замечательно уже после рождения ребенка. Как ни странно, некоторые, во время беременности, супер, кому-то не побезло, женщина, может не испытывать никакого абсолютно отношения к этому ребенку, прийти ему в этом смысле угрозы, потому что если взрослые на сторону попадаются безразличными, агрессивно, и находятся с ним один на один, у ребенка это условно угроза, есть другой взрослый, который готов к этому ребенку, обозначенный человек, и для маленьких детей находятся на деле элементарно, если это не дети инвалидов, просто элементарно. Поэтому отказ, как раз таки, вполне себе, обычная вещь в собственном, в любом собственном всегда были взрослые, которые будут готовы воспитывать своих детей, и другие взрослые, которые были готовы воспитывать. А первое, дальнейшая форма, дальнейшаяся цинканутка, куда раньше поившаяся, Дело в том, что уже все знают, что в России есть лечения родительских прав. Соответственно, как ребенка решили, родители решили ребенка, да? Соответственно, понятно, что Россия это как страна, куда можно приехать и взять этого ребенка, это все понятно. Но я сейчас хочу сказать о том, что вообще решение родительских прав нарушает все те законы, которые прописаны выше. Конституцию, Конвенцию о правах ребенка и так далее. Вопрос в другом, мы сейчас подходим к следующему блоку, как сегодня работают социальные службы государства, есть ли они вообще? Как работает система, которая приводит к тому, что у нас лечение родительских прав, либо к тому, что ребенок оказывается в системе детского дома, и оттуда его выбрать очень сложно. Подушевое финансирование, в зависимости от ребенка и так далее. Это все другой вопрос. Потому что если мы перестроим эту всю государственную систему, и у нас те родители, которые отказываются от родительства, и мы это выявляем гораздо раньше, и он впадает в новую семью, был гораздо проще, меньше было бы жестокостность. В связи с тем, что у нас, начиная система, по факту, жестокое обращение к таковым, говорит к тому, что у нас изъятие происходит по факту. Комиссия деланчика совершенно летних, три привода, отняли, отобрали, перевели в систему, которая у нас хорошо выстроена. Дома ребенка, приюты, детские дома. Для семьи, в этом смысле, институт, в котором могли бы этим заниматься, храним мало. Поэтому американцы, они в хорошем смысле, я вообще за иностранное усыновление, помогают этим детям не попасть в эту коловоротную штатную систему, которая пока и так не перестроится на то, чтобы ребенок из одной семьи, где его не хотят, подал всем, где его хотят. У меня вопрос может быть наивный, но я, правда, не слишком глубоко погружена в эту тему. Я в этом смысле здесь представитель наивного читательства, если можно так сказать. Я хочу спросить специалистов, действительно ли российские усыновители отказываются, ну, или очень редко усыновляют и те, которые у всех прибавили, инвалидов. То есть вот эта вот тема о том, что у всех прибавили, у всех детей с такими, да, врожденными дефектами усыновляют исключительно иностранцы, а российские граждане, еще только здоровых, маленьких, это так и есть? Или это тоже из серии мифов, как друг с розовым? Это из двух серий, история мифов, история непонимания, да, того, как вообще устроена вся система. Она же, на самом деле, так происходит там, в основном, в разном мире, поиск у родителей ребенка. Вот вы, ребенок, который внушается в устройстве, он пытался один, его родители не могут сейчас и не хотят вообще заниматься воспитанием имущества, семья, это активная работа с населением, это очень для родителей, которые ждут свои возможности взять ребенок подопил. Это, потому что это профессиональная семья, которая, ну, в котором это работает, да, и поэтому ребенок не остается один, и он устраивается в семью, почему-то, если это кино, смотрите, человеку звонят ночью, говорят, у нас ребенок 7 лет, там, сейчас мы к вам его привезем, потому что это семья, которая стоит в базе, например, на семейное устройство, вот, ну, ребенок появился, все, сейчас, ночью привезут, и 7 лет. А это происходит прямо у нас? Нет, это я про как будто из какого-то, из какого-то, америкаского фильма, как-то, и так далее, да, и, соответственно, говорят, семья не милой, а вот отеля, компания, вот девочка, вы знаете, вот есть вот этот мальчик 7 лет, если говорить нет, то мы там звоним дальше, где нет, привезем, привезем, привезем. Они понимают, что в следующий раз может очень неискорно наступить, это предложит, да, что происходит у нас? У нас как бы этого активного поиска не происходит, родители ищут сами, а родители обычные люди, как и все. Я сейчас в любую очередь подумала, кого я хочу там взять себе там, если я все расстрелила, потому что все мы хотим не прятать, но я хочу очень сильно больного инвалидов лет 15, да, поэтому это довольно странно было прийти, хотя есть люди, которые не так мыслят, но их единицы, да, когда мы не работаем с населением, и позволяем, что это на самом деле. Подождите, Елена, нормальный ангришет, который озвучит в каждой третьей статье, приехали англичане, или немцы, или англичане специально в какой-то детский дом в Перми, или еще куда-нибудь в Томару, ищут самого больного инвалидов. Я еще разговаривала про нашу сторону, я не говорила, что на самом деле, конечно, российские усновители, в основном опекун он берет детей-навалитов. У нас, например, опять же, только через наш фонд, мы занимаемся, то есть, содействие для семейного устройства, за опекунами 150 детей с тяжелыми диагнозами нашли семьи, получают двоих детей, вот одного ребенка, который был просто, это называется, в обиходе помощь, то есть он был абсолютно без каких-либо образов лежан, да, и это все, что он мог, там, ни в какой-то контакт он не входил, и его зажившаяся сознательно, медсестра, понимая, что он там, в больнице, где он просто очень скоро погибнет, да, вот на такой тяжелый ребенка, она может быть, хотя бы на несколько лет его жизни нормальные, через какие условия, в условиях семьи, он ее действительно мылит дома, на первом, в тот момент, в какой-то момент ходить, он учился, он возил на консильном ребенка в Питере, там у всех, и он вот такие глаза, и полсты, потому что при его патологиях, там, у меня была часть главного мозга, большая часть, причем тогда, никто не предполагал, что ребенок не может быть спокойно развитием, да, сейчас, потому что семья одна берет ребенка хосписного, в общем, несколько лет умолю, они берут совершенно спокойно, понимая, что это такое, потому что тоже, как бы, ближе желание дать ребенку несколько лет нормальной человеческой жизни, да, конечно, понятно, что есть, ну, не брали безусловно на фразы, в большинство детей инвалидов, где-то процентов 10, в общем, количество детей, повезенных за рубеж, имеют инвалидность, да, у нас усыновляют детей инвалидов меньше, у нас есть другие формы семейного устройства, опека, приемная семья, которые, ну, вот в тот год, например, в прошлом году, у нас, по-моему, я сейчас просто боюсь, я цифру полу запоминаю, там, где-то 200 с чем-то детей уехало за границу инвалидов, 100 с чем-то детей было усыновлено здесь, это усыновлено, а под опеку и другие формы было более 500 детей инвалидов в России, потому что мы же читаем только усыновление, и о том, что могут только усыновить. Здесь еще один момент, почему именно так проще это сделать, мы говорим, у тех тяжелых детей, у которых действительно, мы единичные случайные шансы, потому что там система нормальная, относится к воспитанию ребенка инвалидов, в 100 суберназ, и у них есть средства и возможности его вырастить, а мы знаем, что медицина абсолютно другая, реабилитация другая, они не знают, что ребенок возьмут, он будет учиться в школе, дошкольный мутереж в день, по улицам будет ходить, у них будет поддержка государственная, поэтому, конечно, миф о том, что они берут только у детей-малидов миф, они такие же люди, как я с детями, они тоже хотят себе ребенку, который, не знаю, как у всех, да, просто работа, они их приемлемые глазами, младшего возраста, но тем не менее, понятно, что у них возможности, такой ребенок вырастет в разы больше, и сейчас у наших детей здесь будущее, но на самом деле, очень-очень бесспективное, даже если он выжимет, для этой системы ребенка, говорит, куда он будет жить, как он будет жить, работать, устраивать свою жизнь, у него есть шансы, как у него меньше нуля, на самом деле, я, вот честно говоря, не знаю, мне кажется, что врачи сюда завещал его сед, это правда вывезти, вот просто вывезти тех детей-инвалидов, и вот честно признаться, что мы ничего не можем с этим сделать, либо, если мы не готовы признать, что мы полная фианса теоретного отношения к этим детям, заняться наконец-таки следой, у нас действительно негде ходить, потому что Московское метро, найдите место, где нужно войти с колясок, вы знаете, я хотел бы еще очень важный момент затронуть, дело в том, что у общества есть вот такое отношение к этим сего, я сам был по отказу, по записи, да, мать отказался, получил 30 рублей за это, значит, лайфхал, вот, да, мать получил 30 рублей, значит, посоль, это ситуация, дело в том, что восприятие у простого гражданина, отказни, значит, ребенок восприятие, да, чаще всего от родителей, отношение негодяев, или покидыш, то есть у нас уже ребенок находится в каком-то определенном, в таком прохозном ложе, оттуда ему сложно, либо куда передвинуться, потому что он уже получил идентификацию, отказника, я думаю, что здесь опять вопрос к нашей системе, в том числе и к нам, ко всем, каким образом нам подавать информацию о детях, когда я читаю там, кругом отрезники у нас, кругом то есть, а общество как это воспринимает, оно воспринимает, что у нас дети в основном, а там 40% отказов идет не по алкогольным каким-то моментам, не может воспитывать, не способны еще что-то, смерть произошла, еще что-то, но об этом мало кто знает, но все восприятия общества, а, он отказник, значит, он уже у него гены начнет работать, я не буду брать, мне часто так спрашивают, Саша, какого взять отказника, или ребенка, который там, они же не могут себе представить, что это, в принципе, один тот же ребенок, который же находится в системе детского дома, как только он туда попадает, он еще больше получает ущерба, чем от семьи, в которой он находился, но для того, чтобы мы помогли ему не получить еще вторичный ущерб, второй, так называемый отказ, да, система отказа, с него отправляем в эту систему, мы должны сделать дополнительные шаги, чтобы он вообще туда не попал, чтобы дети не доходили, для этого приюта, чтобы работа велась и в больницах, и на выходе, и в семье, которая будет, мне сейчас там пишут, Саша, сейчас буду рожать ребенка, хочу у кого-нибудь оттенну, хочу отдавать в приют, что делать? То есть вопрос, опять же, общество, есть определенный стиль, мы восприятие этих детей и вот с тобой позиции, потом вытягивайте оттуда границы живут. Да, пожалуйста. Все отрезники. У меня кто-то. Как вам? Александр, у меня к вам вот такой вопрос, дело в том, что я живу в Лебрецком районе, есть городское поселение, там Милино, и там, знаете, и там вот эта вот детская деревня, насколько вот они вот эффективны, если именно не формат детского дома, а именно такой формат? я скажу честно, я считаю, что это не тот формат. Дело в том, что там дети живут, что называется, с человеком, с женщиной, которая уже в жизни все реализовала. И сейчас у них такой пункт, что она все уже сделала, детей вырастет и так далее. Ребенок смотрит на динамичного человека, который развивается, так происходит в семье. Если мы видим уже на человеке, который остановился и только занимается обслуживанием, такая обслуга, я не знаю, как он на него возревает. У меня есть случаи, когда дети сбегают из деревьев в сос, убегают из своей пророчества, потому что они хотят другого качества человека. Сейчас они пытаются поселить туда добавить еще мужчину, ну, чтобы, да, так ралевантно все это было. Для германской, это же немцы нам это признают, для австрийско-немецкой, да, там система Бокенбаги, я же не помню, на нашей территории это легко совсем по-другому. Поэтому здесь вопрос, печке тепло должно остаться, оно должно отдаваться. Там, видимо, этот вопрос так и поставлен, что человек отдает свои компетенции, навыки, знания ребенку и ему подчеркнуть чего-то. В системе детского дома это просто априори невозможно, там вообще никто ничего нет, там нет печек, да, там такие люди уже такие вот, понятно. А здесь примерно мы приближенные к этому. И когда некоторые мне говорят, там говорят, что вот, а чем вы занимались, вы с детьми-то занимались, но они в школу ушли, она готовила, легла, я их не вижу, я занимаюсь полностью этим всем моментом. Тогда смысл этой системы. Я считаю, что всякие вот такие вот откуда-то технологии на нашу территорию должны рассматриваться с точки зрения вот нашей какой-то внутренней ментальности, подходов и так далее. Я, Коля, Слабжаевна об этом много раз говорил, не стесняюсь этому сказать, потому что я мерил разные системы, в том числе в одной жилой, во второй, в треть, в четвертой, и наблюдая это, считаю, что ну должен быть живой человек, наглядя на которого ты хочешь к чему-то стремиться, а не так, не только потому, что, ну, чтобы она была исполнительной, там, какой-то, чего-то там, да, я считаю, что это не совсем. А еще вопрос, я говорю, что женщина должна у нее состояться, то есть, если это не так? Я не знаю, может, и наоборот надо состояться, чтобы дети видели, как она состоится, а также она состоялась, они же не знают ее истории, она что, будет рассказывать, как я состоялась, если стало там какой-то, это же вопрос восприятия, погружения, предлагаемые обстоятельства, крайне сложная конструкция. Это я, например, могу там ребенку из детского дома сказать, что там путь твой будет таким, потому что я сам это проходил. А как он воспринимает женщину, которая уже встала в позицию воспитателя, нянечки-наблюдателя, перенести этот ее эпирический опыт на его сознание в рамку взаимодействия с ним? Это очень сложно. Тем более ребенку, которого взяли из, опять же, непростой ситуации, они же не шоколадные все были, не шоколадные среды, да? Опять вопрос, я считаю, что, ну, должны быть эти наши товарищи такими же, глядя на них, хотелось чем-то двигаться. Я если их прокомментирую, потому что, на самом деле, действительно, мне тоже как-то там сложная отношение к этой системе, главный вопрос, почему? Потому что у нас есть система детских домов, которые мы никого не устраивают, по крайней мере всех, кто знает, о чем идет речь, ее нужно менять. И мы, каким-то временным сурнаном вместо этого могу бы иметь место, но они же, собственно говоря, существуют никак замены интернатов, а на самом деле, как замены приемной семьи. И вот это совершенно другая история, потому что дети, которые находятся в деревне Аксос, это совсем не... Я думаю, что они полезны. Это дело, например, детей тяжелых инвалидов, те, которые могут их не устроить, а может почти лежать в больниках, которые действительно не могут найти возможности вырасти в семейной заботе по-другому. И вот этот сурнан, это сурнан, Сурнан семейной заботы, естественно, для них это еще, потому что любой детский дом. Но если вы были в деревне Аксос, вы видели это в основном симпатичные, здоровые, начиная с довольно младшего возраста дети, которые при нормальной работе, с сурнанной семьей. Уже могли бы быть в семье. Вот я тоже слышала истории, когда, ну, я не представляю, на одной из лучших, на самом деле, деревья и системы, там разные истории, про разные деревья, когда детей, как бы, не выпускают, их же дальше не устраивают, всем кремом очень часто, они там проставят доказав, что деревня, они девушки, свои детей, там, сурнанной семьи. У нас на самом деле время подходит к концу, давайте последний вопрос, коротко мы его отвечаем. А вот, короткое, Александр Леонидович, вы сказали, что вы входите в комитеты госдомий, там, сурнанной федерации, и вот вопрос, они вас слушают. Я из-за этого вопроса не могла закончиться. Я специально это сделаю. Давайте Лену ответить, я женщина. Удивительно, что первый раз, с Сашей. Нет, у нас должна быть какая-то конкуренция. Ну, я считаю, что, как бы, Надежда умирает последнее, то есть, взбивая лапками сметану, а потом взбивает, а взобьется, наверное, или нет, это уже не твоя зона компетенции. Ушами слушают, да, слово слушает, сердце не знает, но это покажет время. А вы знаете, я могу сказать, что я никогда не мечтал, что я выйду с тем, детского дома, доберусь до Государственной Думы и Совета Федерации. И так, вот Лена видит, как я там себя веду. Я, конечно... Шапку снимаете? Нет, не снимаю. В том-то и дело, что я не снимаю шапку, понимаете. Я им хочу все время донести о судьбе и жизни конкретного ребенка. Они все время системами, статистика, и говорят, давайте мы вот уйдем в конкретику. Ну, к примеру, там, пусть они в детском доме, выходя из детского дома, с мая по октябрь, не имеют никакой печати в паспорте. Кто об этом знает? Они такие сидят, а где они в это время прописаны? Я говорю, а паспортистка выходит в общежитие в октябре, она в это время в отпуске. И он ходит, лови его зато, ушла, тащил в милицию. Ну и так далее. Какие-то такие риберные точки, которых они не знают. Мне хочется, чтобы живое было там. Мы должны даже живое что-то унести. Не просто говорить о системе, которую мы предлагаем, что органы опеки это в основном управленческая структура, под нее нужно выстроить систему соцзащиты, чтобы она была исполнителем, а опека была руководителем. Сейчас же этого нет, ну и так далее. И вот лично для меня это вопрос, что я добрался до туда, и там вот как-то постараюсь, ребята, я буду из этой самой Клоаки, которая давала себе это точно мой посыл, у Лен там свой посыл. Но я считаю, что они должны это делать, просто обязаны это делать. Такой возможности не было. Она сейчас появилась, и мы ходим, бродим, завтра в Совете Федерации опять по системе, какие должен быть сегодня детский дом. Будем ходить. Включили кучу советов. Сегодня я узнал, что меня включили в Совет Москвы, там, это общественный совет по социальной защите в Петрозе. То есть, прекрасно, давайте двигаться туда, мы должны туда идти, потому что мы в полевых условиях работаем, я работал, там, Маршанская работает, еще кто-то работает. Ну, туда надо идти, ну, хотя бы там, вот, не снимаю шапку пока, давайте я сниму, когда нужно что-то сделать. Давайте мы посыпем. Это хорошо, это будет. А где еще? Журналисты нас не особо, ну, реально не особо. А там, ну, вот мы с ними подхожу, потом, Альшанская за всеми носит, я хватаюсь лучше, давайте мы, давайте мы, давайте мы вот такую-то систему предложим для того, чтобы вот это. Не прокатывай, вот еще раз давай, понимаете? Движуха должна быть, разговор должен быть. А где еще? Хорошо, у нас, по-моему, время вышло, и я хочу закончить тем, чтобы заверить вас, что журналисты, во всяком случае, русского репрофтера, писали раньше, готовы писать дальше на эти темы, и я думаю, что вот если мы какое-то сотрудничество, даже здесь, право подтверждение, договоры, как-то договоримся о каких-то, по крайней мере, точках о том, о чем и как, мы должны писать, ну, я думаю, что у нас уже, первое, во-вторых, если кому-то что-то очень важно сказать, вот прям очень важно, да, может быть, ну, вот, два слова, мы сдерживаемся, если нет, ну, это нужно заканчивать, правда, у нас время уже 5 минут, но, я думаю, что на эту, на другие темы, мы будем продолжать, разговаривать, рамки цветы, а следующая цвета у нас музыкальная, будем петь, а через цвета, я хочу, коротко, объявить, будет цвета о том, что у нас случилось, с духовными авторитетами, и кто является духовным авторитетом в России сегодня, в смерти, в смерти, в смерти. В случилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова